Вот эта часть комнаты, которая в другом здании, она отходит, оседается за время проживания. Вот сейчас на 10 сантиметров, может быть, уже и больше осела. Пенсионерка Лидия Ермоленко знает все строительные термины не понаслышке. Уже 8 лет она живет в квартире, которая располагается сразу в двух разных зданиях одновременно. Сквозь всю стену дома проходит огромная трещина, которая появилась спустя всего два месяца после окончания строительных работ. Дом буквально расползается на две части. Как выяснилось, в расчетах архитекторов закралась ошибка. Она заключается в так называемом деформационном шве, который устраивается для того, чтобы здания могли оседать без вреда друг от друга. Но его прокладка через жилое помещение – нонсенс. В результате одна из комнат квартиры Ермоленко уплыла вниз почти на 10 сантиметров. Стены и потолки деформируются, штукатурка отваливается. Ремонт делать бесполезно, потому что этот плавающий процесс продолжается. Мы начинаем летопись вашего счастья. Таким был лозунг, под которым началось возведение жилой девятиэтажки по улице Михайловское шоссе. Действительно, место для застройки очень хорошее. Вид на поля, речку Павловка вдали от шумного загрязненного центра. Но когда дом был сдан, жильцы поторопились перевозить свои вещи. Уже буквально через несколько месяцев его стены начали расходиться по швам. Вот здесь уже все заложено паралоном. Здесь пакля. Вот это все продувает. Это уже почернело. Здесь запах плесени. По словам Лидии Ермоленко, комната отошла на 9 сантиметров по горизонтали от остальной части квартиры и начала опускаться. На данный момент разница между уровнем пола этой части квартиры и уровнем пола в этой комнате составляет около 9 сантиметров. Женщина говорит, что с помощью этих щелей она всегда в курсе, дома ли и о чем разговаривают ее соседи. Вот так вот, вставив линеечку, я свободно проникаю в другую квартиру. Мы отлично друг друга слышим. Мы всегда знаем, кто когда закурил и кто что сказал. На сегодняшний день у пенсионерки на руках солидная папка документов. Постановление судов и ответы научных институтов. Письма из администрации города. На всех бумагах прописано. Дом находится в аварийном состоянии. И только один документ говорит об обратном. Заключение межведомственной комиссии. Здесь есть и заключение независимых экспертиз, установившие наличие критического дефекта в конструкции дома, при котором проживание в здании не только нежелательно, но и опасно для жизни. Рассказывая о судебных процессах, женщина горько усмехается. Виноватого найти так и не удалось. Фирма-застройщик объявила себя банкротом, а следовательно компенсировать ущерб не в состоянии. Вот у меня пять фактически решений судов, где действия межведомственной комиссии признаются незаконными. Номера телефонов, названия лекарств и афоризмы любимых писателей. Такими граффити Лидия Ермоленко украсила голые стены комнаты собственноручно. Все равно делать здесь ремонт она уже не будет. Продолжение следует...